Несмотря на голоса критиков о том, что политическая ситуация в Штатах меняется, помощь Украине США рассматривают как приоритет. Поскольку эта война не только внутренняя проблема украинцев. Всё намного масштабнее, убеждены дипломаты. Этот украинский бой касается каждого. Потому что если Украина не отразит вторжение, не победит, если не остановить волну агрессии, то её тогда и все остальные на себе почувствуют. Это должно быть в интересах всех. Именно на таких аргументах строятся прогнозы, что Штаты в любой ситуации продолжат поддерживать Украину. Что очередной транш точно будет. Тем более озвучивают их люди, которые о настроении в Конгрессе знают не из газет, а из первых узлов. У нас есть достаточно сильная двухпартийная поддержка, особенно в Сенате. А что касается пакета помощи, то переговоры продолжаются буквально сейчас. С между республиканцами и демократами в Капитолии, а также между первыми лицами Конгресса и Белого дома. Если представить развитие событий, то я спрогнозировал бы, что Сенат первым предоставит какой-то переходной документ. А потом, может через несколько недель после этого, в Палате представителей сделают попытку проголосовать. Именно поэтому серьезные политические эксперты, в том числе и сам Питер Рок, советуют не особо доверять социологическим опросам, постоянно появляющимся в прессе касательно отношения американцев к продолжению поддержки Украины. Я видел много разных цифр. Все зависит от того, как задавать вопросы и их последовательности. И поэтому я просто призываю всех, когда они смотрят на данные по поводу опроса в отношении Украины, разобраться, что это за опрос, прежде чем делать какие-либо выводы. Вот, например, если мы увидим, что, скажем, от 40 до 45% республиканцев за поддержку и помощь Украине, что, как правило, фиксирует в последнее время опросы на эту тему, то я бы сказал, что это относительно здоровый показатель. Сохранение этой поддержки даже не столько среди политиков, сколько среди их избирателей, называет ключевой задачей в данном процессе Пола Добрянский. Поэтому так важно постоянно обращаться напрямую к американцам, объясняя, почему именно такая внешняя политика, почему принимаются те или иные решения. Это должен быть постоянный нарратив, чтобы заручиться поддержкой американского общества на долгосрочную перспективу. Потому что речь же не только про сейчас, пока идёт война. Будет ещё и время для восстановления Украины. Необходимо будет привлечь бизнесменов из Америки и других стран. Главным итогом которой, если реализуется программа «Максимум», мог бы стать Вашингтонский саммит НАТО, который в следующем году будут принимать США. И у дипломатов на эту встречу большие надежды. Всё движется в направлении саммита НАТО в 2024 году. И отряда украинских чиновников слышим о решающей важности того, чтобы Украина стала частью Альянса. 2024 год – больших возможностей. Поскольку США принимают этот саммит. И именно здесь он будет решающим с точки зрения оппозиции, которую мы займём в отношении присоединения Украины. Непосредственно вступления в Альянс. С момента начала полномасштабного российского вторжения в Украину США оказали Киеву военной помощи в таком же объёме, как это сделали все европейские страны НАТО и Канада вместе взятые.